Думаешь, Луис Гусман придёт на открытие статуи? Если придёт, я спрошу его о выборе фильмов, например, «Путь Карлита», «Путь Ковбоя», «Жестокий путь», «Вопросы и ответы». Да, Луис Гусман уже спешит на личном самолёте из Голливуда, лишь бы успеть с тобой потрындеть. Серьёзно? Как он обо мне узнал? Сам позвонил мне, по телефону. Зачем актёру звонить тебе? Ты не знаешь? Нет. Я племянник Барака Обамы. Ты никогда не говорил. Не знал, что тебе можно доверять, но теперь признайся во всём, так же я изобрёл Феррари. Итак, номер телефона, который ты указала в своих контактах, неправильный, о чём я узнал лишь через месяц после переписки эсэмэсками с чуваком из Колорадо. Прости. Ничего. Просто дай настоящий телефон, пока я не поменял ориентацию, а Кивин на мне не женился. Я дам телефон, если пообещаешь использовать его как друг. А, я пас. Тишина. Пор фавор. Звездочекий, я тебе. Меня зовут Алекс, чувак. Тогда потрать пять часов и набей себе это на лбу. Ладно. Вчера я проверял ваши тесты. Наверняка хотите знать оценки. Да, да. Но я вам их не скажу, пока не узнаю, кто сделал это. Что это? Это кусочек бумажечки. И всё. Маленький кусочек. Со всей информацией о тесте. Другими словами, шпаргалка. Чьё это? Признавайтесь, гады. Мариана? Дедушки? Джеки? Кумара? Про азиатов много чего говорят, и в одном я согласен. Тот, кто это сделал, оскорбил меня лично. И у него есть 24 часа, чтобы сознаться. Иначе мистер Мияги лишит оценок всех, и вся группа получит нули. Кроме тебя, Тоби. Сообщество. Единственная разница между сеньором Ченом и Сталином в том, что с Ченом я знаком лично. Слышали, как он обозвал меня Джеки? Будто я какая-то карикатура на чёрную женщину. Так бы ему и врезала. Кто мог написать шпору? Я польщён. Но если бы я списывал, я бы не стал писать на листике то, что есть в книге. Это же всё равно, что учиться. Тот, кто написал шпоргалку, не настоящий обманщик. Он слабый и наивный. Может, я и наивная, но не глупая. Может, я и глупая, но не делаю вид, что я умный. Может, я и гений, но не лесбиянка. Какая разница, кто её написал? Обманщик – это тот, кто угрожает всем нулями. Да, но это ведь так нечестно. Я и так едва справляюсь со стрессом. Я и так загружена заботами о песенном жюри. Ты музыкант? Фу, нет. Наняла местного композитора, но толку никакого. Сама в этом виновата. Почему? В метре от тебя сидит признанный пианист и композитор. Я писал музыку для рекламы влажных туалетных салфеток. Для тебя напишу бесплатно слово без левомицетина. Трой может написать слова. Трой изобрёл рэп, и он родственник Дэнни Гловера и Барака Обамы. Так ты всё время был расистом, а я в церкви рассказывала какой-то славный карамельный ангелочек. Чувак, то, что я сказал тебе утром, неправда. Я тебе наврал. Наврал? Да, пошутил. Тебе никогда раньше не врали? Врали. Шучу. Нет. Вот так? Это не стол. Смешно. Кажется, мы учили испанский. Кажется, мы учили испанский.